Всем привет! У нас для вас новости. На ЦСКА Баскет ТВ запускаем новый проект под названием ПАС ЦСКА, ведущими которого будем мы искать. И вы, наши дорогие болельщики, будете принимать самое непосредственное участие. Будьте активны, пишите в комментариях под видео, в твиттер, в инстаграм и обязательно получите призы за свою активность. Только не забывайте указывать хэштегом наше название программы ПАС ЦСКА. Ну и начнем с самого главного, со здоровья. В последнем полуфинальном матче с Химками Никите Курбанову, к сожалению, нанесли травму, сломали нос. И он не сыграет в финале, кстати. Но ему уже была сделана операция и все прошло успешно. Никита вернется к нам лучше, чем был. А мы этого очень ждем. Первый день, конечно, первое утро было тяжело, тем более первые часы после операции находился в таком гуматозе после наркоза. Вот. И многим отправлял смски, только потом, уже проспавшись, писался, видел, что для некоторых текст был корявый, потому что полубреду как-то находился. Но самое главное, что все прошло удачно. Операция вроде завершилась хорошо. Единственное, что надо будет приезжать к доктору и еще наблюдаться. Примерно первые две недели вообще никаких нагрузок, ничего. То есть ходить, не нагибаться голову, не забрасывать. Вот. Поэтому, так сказать, наслаждаться, можно сказать, что отпуском. Потому что, скорее всего, не удастся появиться в финальной серии. Все, кто поддержал меня в соцсетях и на сайтах писали комментарии. Спасибо большое за поддержку. Она была очень для меня важна. И после операции, когда я прочитал комментарии, мне было очень приятно. И радостно видеть, сколько народу за меня переживало. Балетчики ЦСКА из Невиномыска прислали Никите мед. Целебный такой, с гор Кавказа. Надеюсь, он пока еще не внесен в список запрещенных препаратов, и его можно использовать. Все может быть. Баскетбол жесткий вид спорта. Это вам не балет. Хотя иногда у меня возникают некоторые ассоциации. Интересно, а кто-нибудь хотел из наших ребят быть в детстве танцором или космонавтом? Не знаю, мечтал ли Иван Лазарев быть пожарным, но сейчас его-то ростом он точно мог бы зарабатывать, снимая котят с деревьев. Кайл Хайнс при его внушительных габаритах, я уверен, мог бы стать отличным учителем младших классов. Такой Карл Христофорович. Ох, я бы записалась к нему в класс. Присылайте нам ваши варианты. Самые смелые и оригинальные получат призы. Баскетбол, самая интеллектуальная игра с мячом, это точно. Как обстоят дела с интеллектом у наших ребят, мы сейчас узнаем. Первый вопрос. Под каким номером играет Павел Кравков? 12. 12. 5. 7. It's pretty 7, come on, man. Hold on, hold on, hold on, who? Паша? Паша. Oh, come on, I thought we were talking about somebody else. I thought we were talking about someone old school. 12. Где был первый матч сезона? Не помню. No idea. Локомонов? Yes. Джорджия. По-моему, в Грузии у нас был въездной первый. Какой размер обуви у Кайла Хайнса? 16. 15. Окей. 50. Это 16 американский. Кто выше всех в команде прыгает? Думаю, что я, но нет. Кой Хиггинс. That's surprising. I think he'll get the highest. Думаю, Хайнс. А мне кажется, достанет самую высокую точку Ваня Лазарь. How many stripes does the basketball has? Stripes? Не знаю, хороший вопрос. Смотри, на каком? На баскетбольном. Ну, на Молтоновском или на спалдинговском? Они одинаковые. Ни фига. 12. Одна, она бесконечная. Вот она идет, идет все вот здесь. Это как чистить картошку. Ну, я не знаю, для меня это так. Как чистить картошку. 1, 2, 3, 4. Да. Трик вопрос. В смысле, мы все еще спорим? Все. Хорошо, не знаю. Сегодня у нас был доступ к святая святых детским фотографиям баскетболистов ЦСКА. И мы показали их вам. Посмотрим, кого вы узнаете. Поехали. Первое. Айлен Джексон. А, сложно. Фигжун? Ну, ну вы что? Первая фотография. Хиггинс. Джексон. Да. Да. Хиггинс. Хиггинс. Точно. Все правильно, как ты говорил. Абсолютно верно. Хиггинс. Точно. Посмотрите, какие плечи. Хиггинс, да. Плечи уже на цвет. Деколу. Абсолютно верно. Нану Деколу. Деколу. Мандо? Да. Мандо. Точно. Лысый, лысый. Нет, вот про него точно так нельзя сказать. Самый обалятельный. Харяпа. Стоит с размахом, крыла. Бранцович. Блин, честно. Нет. Бранцович. Бранцович. Бранцович, но его здесь не узнать. Разве что Бранцович. Ну да, он немножко вывез. Капитан. Нет. Больше похож на Егора Титова. Да. Виктор Хряпа. А тренер ЦСКА? Хряпа. Варанцевич. Я бы Хряпу дал. Наш президент Ватутин. Да ладно. Он или Владимир. Вот это глаз. Самое главное – это умение смеяться над собой. Обострение и потеря. Варанцевич хватает этот мяч. Ай-яй-яй. Ну что ж, Игорьев? Я оттуда не соскался. Давайте грузим. У Андрея Варанцевича сегодня просто, я не знаю, день кефира может быть какой-то. Уэлш. У Хиггинса едва мяч не украл. А тут Кайл Хайнц сделал передачу игроку, которого видел только он. Это были наши неудачные моменты. Ну а теперь ждем ваших. Какие-нибудь фото, видео. Присылайте их в Twitter, Instagram с хэштегом. И вы получите призы. Ибо глупость должна быть вознаграждена. До скорого. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok